Всем привет, сталкеры! С вами я, сталкер Баннерщик. И я продолжаю выживать в аномальной зоне сталкера онлайна. Как видите, я нахожусь на гурмане. Я покинул новогоднюю локацию, новый год кончился. И нам предстоит опять выживать. Выживать как сталкеру, без всяких праздников, без всяких выходных. Так, как вы видите, я приобрел себе полный фулл сет Бандоса. Ну как приобрел, у меня были сигареты, и я сбегал в тюрьму, обменял. Вот у меня теперь кепка, зеленый свитер, штаны, жилет, перчатки, все новое. Давайте посмотрим. Так, защитная маска граффити, ну это понятно. Потом, что у нас тут? Штаны бандитов, увеличение максимального здоровья на 10 очков. Снижение скорости на 1%. Так, потом набор вещей бандитов. 5 вещей, увеличение скорости на 3%, увеличение ловкости на 1 единицу. И увеличение максимального здоровья на 25 очков. Потом тут перчатки, тут показано, что жилет бандитов. Увеличение максимального здоровья на 20 очков. Снижение скорости перемещения на 3%. Шапка бандитов. Куртка бандитов. Увеличение максимального здоровья на 5 очков. В общем, нехило так, да? Раньше бандитский шмот, ну как бы был бандитский шмот, да и все. А сейчас какие-то бафы дает. Если он фулл, то в принципе даже очень неплохо. Я вот решил в нем побегать. Тем более, я продаю свой зимний шмот, потому что, ну все, Новый год прошел. Я к этому времени как раз его и собирал. Как видите, у меня денег почти миллион. Я уже продал зимний викинг свой и зимний шпинат по 500 за штуку. То есть заработал уже миллион. Примерно за такую же сумму я их и купил. Может быть, чуть дешевле. Сейчас продаю свою секвою зимкам, штаны свои крашеные, куртку крашеную. По чуть-чуть сейчас все продам. И буду покупать себе, не знаю, наверное, сет охотника опять. Посмотрим. А может быть и в бандитском побегаю. Почему бы и нет. Так, я отправляюсь в ходку. Мне нужно данные для литовского отнести. Я взял с собой некоторые конфеты. Давайте все это съедим. То есть икру красную съедим тоже. Давайте посмотрим, какой баф она дает. Увеличение шанс нанесения критического урона. Неплохо. Съем мандарины. Какой мандарины баф дает? Увеличено максимальное здоровье. Так, съедим шоколадку. Еще один баф. Увеличено восстановление здоровья. Отлично. Конфету белочку съедим. Так, что она дает нам? Снижает расход выносливости. Конфеты она нас съедим. Просто супер. А, сытость увеличена. Так, и конфеты трюфель съедим. Какой тут баф? Увеличение переносимого веса. Ну, нехило. Я, в общем, набрал себе 5 бафов. И теперь можно отправляться в ходку. То есть, я теперь, можно сказать, неуязвимый терминатор. Грубо говоря. Но, по крайней мере, бегать я смогу прям без остановки. До литовского идти далеко. Я бы хотел пробежаться быстро. Ну, как вы видите, шкала выносливости вообще не кончается. То есть, я бегу, бегу, бегу. Посмотрим, до скольки я смогу пробежать. Не, ну, конечно, я буду останавливаться. Все-таки я хочу еще и артефакты пособирать. Давно я этим не занимался. Испытать уже новую систему броска камня. То есть, именно в процессе собирания артефактов, лазанья по аномалиям. Богдан мне пишет. Проходил квест и попский долг? Ой, вроде проходил, но давно. Так, переключим язык. Давно, потому что я-то давно тут играю. Вообще, начал играть именно в Сталкер Онлайн. Я не помню уже ничего. Я начал уже играть в каком году? В 2013. Потом проекты разделились. Я оказался в из зоны. А тут аккаунт у меня остался. И прокачка осталась. Поэтому, когда я пришел в том году опять обратно в Сталкер Онлайн, у меня был седьмой уровень прокачки. Везде 7, 7, 7. Соответственно, все квесты новичков, вот эти начальные, я уже давно проходил. И очень многое не помню. Поэтому... Помочь ничем не могу. Сам нифига не знаю. Многие мандарины покупают. Да, еще пока рановато. Я думаю, тоже заняться скупкой новогодних вещей. Новогоднего лута. Ну, попозже, когда они их... Когда они вообще подешевеют. Чуть попозже еще зайду, наверное, на новогоднюю локу. Ну, в следующих ходках. Все-таки эти штуки очень хороши, как вы видите. Я себе вколол, бегаю, полон сил, здоровья. В общем, хорошие штуки, конечно. Все эти конфеты, все эти сладости, икры, мандарины. И пока они дешевые, их надо скупать. Я сейчас побегу, денег позарабатываю, шмот продам свой зимний. И пойду, конечно, прикуплю их по дешевке. Так, ничего здесь нету. Давайте поставим пистолет-пулемет. Вот, пробежимся, может быть. Резинку найдем. Еще к этому нужно привыкнуть, конечно. Вовремя научиться переключать на оружие, потом опять на камень. Ну, конечно, со временем к этому можно привыкнуть. Ладно, не будем пока кабанов разделывать. Так, а, надо переключить. Я еще пока не освоился с этим переключением, путаюсь. Так, ну что тут у нас? Резинок нету. Ну да ладно, пойдем дальше. Впереди еще много полей аномалии. Давайте пробежимся. О, тут и пауки. Так, надо переключить на пистолет-пулемет. Вот как-то так вот. Ладно. Идем дальше. Что тут у нас, кабанчик? Иди сюда. Да. Я опять сбросил себе перки. Немножко по-другому прокачался. Что-то как-то, наверное, немножко неправильно я сделал. Хотя, бросок гранаты я вообще не прокачивал. Ну, соответственно, бросок камня тоже. Давайте проверим, насколько я хорошо его кидаю. Ну и нормально. Чтобы кинуть, блин, найти аномалию, этого достаточно. Не обязательно прокачивать. В движении непривычно это делать, конечно. Но все приходит с опытом. Я думаю, со временем привыкну к этому. Ладно. Пойдем посмотрим, что здесь у нас интересного. Все равно по дороге лежит эта местность. Марьево тоже можно пособирать, потому что мне нужны всякие настойки. Сейчас я их могу уже крафтить не 12 на 12, а 18 на 18. Ну и ой. Блин, как-то все-таки непривычно бегать вот с таким броском камня. Когда оружия нет в руках, как ты себя чувствуешь, не совсем уверенно, если честно. Кабан сталкера все-таки сожрал. Блин, зараза, убегай. На тебе в задницу пулю прям. Так, ну зато у меня сейчас доставание оружия прям офигенно прокачено. Сейчас я выйду в более спокойную местность, покажу, какие у меня перки прокачаны. Многие спрашивают, ну частенько бывает, что у тебя прокачано, какой уровень. Поэтому почему бы не показать. Вот, кстати, медведь ходит. О, мишку-мишку надо завалить. Мне недавно голова попалась. Я когда бежал с зимней локации, с новогодней, в аэропорту убил мишку. И мне выпала голова. Очень даже неплохо. Так, ну что, засранец. Убьем тебя? Да, только перед тем, как убивать, я вколю себе психомоторный стимулятор, я теперь их тоже крафчу. Ах ты, блин! Не зарядил оружие. Да что такое? Нормально. Заколбасил мишку. Давайте посмотрим, может быть мне опять голова выпадет. Если повезет, конечно. Блин, даже мяса нет. Я валяюсь. Ладно, пойдем дальше смотреть. Артефакты. Пробежимся здесь. Земляннику подберем, пригодится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-ай-ай-ай-ай-ай. Блин, что-то я замешкался и умер. Так, ну, хоть у меня вколота психомоторка, но из-за этой аномалии я не выберусь. Я только встану, а она меня опять убьет. Ну, давайте попробуем. Может быть, получится. но я не уверен не уверен в этом и так осталось несколько секунд о смотрите я немножко выбежал из этой аномалии ну что нужно я думаю еще раз полежать подождать когда сработает психомоторка и я думаю я смогу выбежать из этой аномалии и так осталось несколько секунд ну давай stalker ах ты нет в общем не буду я испытывать больше судьбу пойду в безопаску потерял я от печку фельдшера ногу кабана и спички две штуки немного ну что можно выложить мясо баф и все потерялись который я приобрел съев конфеты до осталось только радиация радиационное заражение ладно скинем мясом скинем свинец так ну что тут у меня голова медведи до продается так костер возьму с собой костер давайте одну бутылку шампанского возьмем трюфель возьмем белочку можно водку взять конфеты ананас еще так подлечиться нужно от радиации прикупить наверно себе одну аптечку я думаю хватит этого так а водка снимает же радиацию да насколько я знаю ну что побежали теперь уже к литовскому не буду я заходить на химоотстойник съем шам выпью шампанское вернее съем конфеты трюфель белочку съем тоже шоколадки разные ну и черную икру все я думаю мне хватит побежали к литовскому по дороге там есть пару полей с аномалиями посмотрю может быть чё и найду не знаю хотелось бы конечно уже начать собирать артефакты давно я это не делал что-то все новый год зимние локи все дела ах ты зараза не убежал мне нужно еще добыть мясо с кабанов и приготовить его на костре потому что еда у меня кончилась жареного мяса нету поэтому поохотимся немножко на кабанчиков почему бы нет да я хотел показать же перки которые мне прокачаны сейчас я кабана разделаю и покажу а кстати могу и так показать в общем давайте начнем с поддержки я прокачал медицину до 70 но это для того чтобы делать шприцы с настойками там надо чтобы медицина была 70 поэтому прокачал удачу я прокачал до 48 больше не хватило ну и упаковку конечно до 50 потом выживание я прокачал физподготовку 50 метаболизм 50 30 голод жажду и 49 разделывания чуть-чуть не хватило мне обыске я не прокачиваю вот и бой я прокачал штурмовые винтовки 50 и винтовки ружья 50 но метание вот как вы видите у меня вообще не прокачано хоть и очки науков я вкачал какие были но перка свободных нет и поэтому у меня ничего не прокачано и как вы видите я камень очень даже нормально кидаю то есть для того чтобы обнаружить аномалию этого хватит но единственное что я там раньше прокачивал там увеличение веса бы ну да ладно это не критично как видите я бегаю с колоком у меня полностью и патронов достаточно всего и перегруза как такового нету нормально зато сейчас вот у меня очень быстро меняется пистолет-пулемет допустим на дробовик или если я экипирую калаш к примеру также быстро меняется пистолет-пулемет на калаш прям нормально раньше было это медленнее немножко ну и экипировка тоже как-то быстрее происходит ну как вы видите с одного рожка ну почти с одного рожка 102 я могу убить рыжего медведя очень даже неплохо так давайте посмотрим какая привычка у меня на пенели сто процентов ну да на майке тоже должно быть 100 а нет на майке 35 потому что все таки я последнее время с ним редко бегаю привычка спадает так а на сто втором 15 процентов как вы видите на сто второе у меня 15 процентов привычки но стреляет он очень даже неплохо я с ним просто давно не бегал я уже недавно купил перед хотя не не купил мне живу stalker подогнал я хотел купить но не успел и я с ним как как-то не бегал долгое время он у меня был как бы а сейчас вот я уже отправляюсь фотки и начинаю бегать с калашом и с дробовиком соответственно со временем скоро привычка вырастет и будет еще круче стрелять хотя по мне так он уже нормально стреляет не знаю почему все так рекламируют мст но бегал я с ним ну вообще небо и земля 102 намного лучше ну единственное что да чуть чуть дороже патрона вот и все а в остальном я не знаю что такого крутого в мст вот он без привычки 102 калаш очень нехило стреляет а с мст я бегал без привычки пули вообще летели непонятно куда с одного калаша я точно медведей не убивал ладно давайте сверимся с картой мне нужно на эту дорогу вернуться вот сейчас я тут пройду немножко там по дороге есть аномалии ну и все таки я добегу до литовского дорога дальняя опа о кстати один еще медведь давайте его заколбасим да что то в этот раз не получилось но я отлежусь ну да психомоторка мне поможет и попробую его убить если конечно кто то другой из сталкеров его не убьет где он так вот он тут рядом я немножко затупил надо было переключиться на прицел на стандартный и тогда я бы его в принципе убил бы ну да ладно так а вон сталкер сейчас он заколбасит да ладно я одного медведя сегодня убил то есть у меня как то он не нужен по квесту тоже но все равно я его убил да помогает раньше бы если бы я бегал без психомоторки я бы сейчас ушел бы на рез пока добежал мне один сталкер посоветовал то есть когда слышит что ревет медведь или видит медведя он вкалывает психомоторку и идет убивать его ну не всегда же получается его убить с первого раза бывает он тебя убивает и тогда вот как сейчас психомоторка очень помогает то есть ты отлежался и добил медведя очень удобно тем более я сейчас их крафчу я крафчу такие простенькие слабые психомоторки этого достаточно вот ну и конечно активно теперь буду их использовать ну а почему бы нет так где я бегу а а так ну вроде все спокойно я как раз вышел в ходку ночью но ночь была такая хорошая звездная все видно вот кстати еще один медведь а вот тебя паучок мне как раз и не хватало для гурмана мне нужна одна еще лапка давайте его разделаем отлично один из лапок у меня лежит на складе у кладовщика этого как раз хватит ну что здесь скоро уже начнутся аномалии давайте посмотрим повезет ли мне нет медведь конечно разделан глупо было найти медведя не разделанного так здесь лучше конечно поставить дробовик здесь бегают кабанчики ну и конечно включить детектор вот уже пошли аномалии ах ты зараза ну ладно беги м п м м м Ой-ой-ой, зашел прям в химическую аномалию. Блин, как же неудобно этим камнем кидать. Вообще. Он еще как-то, персонаж, как-то двигается неестественно. Зачем он наклоняется? Что-то как-то не очень хорошая анимация и как-то не по себе. В общем, очень даже, очень даже плохо. Вот я до этого особо не бегал, кидал, конечно, камни, но... По аномалиям не бегал. Ну, как-то вообще непонятно. Как-то он криво кидает, что ли. В общем, если честно, мне они особо нравятся. Но давайте я, конечно, побегу какое-то время. Может быть, привыкну к этому? Даже не знаю. Как-то по-уродски. Он кидает камень. Нет, с одной стороны вроде так ничего. Ну, раз и кидаешь. А с другой стороны вот быстро кинуть камень не получится. Там раз, два. То есть, приходится бегать намного медленнее по аномалиям, не спеша буквально ходить. И кидать камушки. Да, что-то прям, если честно, мне не особо и нравится. Ладно. Ну, пойду я к костру. Сохранюсь. Посмотрим. Может быть, это просто с непривычки мне так. Не по себе как-то. Когда я кидаю камень, такое ощущение, как будто что-то неправильно. Какое-то... Или недоработка, или как-то криво, или... В общем, словами трудно мне объяснить это, но что-то как-то не то. Я посижу немножко около костра, погреюсь. Отдохну и продолжу путь к литовскому. Итак, посидел, отдохнул, хорош. Отправляемся дальше в ходку. Так, сверимся с картой. Что у нас тут? Что-то... Аномалии... А-а-а... Ну, давайте включим детектор. Перейдем на ту сторону. Ну, там у меня помечено, что там есть аномалии. Посмотрим. Может быть, и артефакт найдем. То рано или поздно вещи кончатся. Ну, новогодний, зимний шмот, который я продаю. А деньги-то зарабатывать надо. Так, что у нас впереди? Химическая аномалия. Воронки, наверное, да? Иди сюда. Так, убили двух кабанов. Разделаем. Почему бы и нет? Скоро пойду опять проходить квест на ножик, на охотничий. Нужно добывать шкуры кабанов. Кабанов у меня все есть. И собачьи шкуры, и пластины верлеок. А вот шкур кабанов всего две штуки, кажется. Нужно добывать понемножку. Поэтому нужно охотиться на кабанов. Но, как вы видите, что-то совсем глухо с этим делом. Разделаем. Так, а мне куда еще надо идти? О, мне еще далеко-далеко. Литовский аж вот в деревне выселки находится. Хотя не так уж и далеко. Пойдем. Так, а давайте посмотрим. Психомоторка у меня работает еще? Да, еще немножко работает. Что-то гром гремит, дождя не слышно. И не видно даже. Соцветия ромашки пригодятся. Подберем. Так, что у меня тут? По дороге вроде ничего. Вот здесь помечены у меня аномалии. Давайте срежем тогда прям наискосок. Так, ну и еще этого кабанчика, я думаю, тоже надо. Приманить. Так, а впереди у нас вот аномалия, да? Жарко. Ладно, разделаем кабанчиков, посмотрим. А что в них будет? Будем надеяться, шкура будет. О, хотя бы сало. У меня еды-то совсем нету с собой. Сало очень мне даже пригодится. Ну, мясо, конечно, я пожарю. Так, ну что. Впереди еще я вижу аномалии. Включим детектор. Так, что у нас тут жарко? Ни одного артефакта пока я не нашел. Странно. Так, ну что здесь у нас в кабане? Будет что-нибудь интересное? Ну, как обычно, ноги, клыки. Так, вот впереди еще я вижу аномалию. Так, впереди еще увижу. Должно же мне повезти хотя бы один артефакт найти-то надо. Как же так, пошел в ходку и без одного артефакта. О, я тут пробежал очень много аномалий. Не заметил их. Подушка альфа. Вот первый артефакт. Заметил ее раньше, чем заметил саму аномалию. Ну что, артефакты есть, никуда они не делись. Просто, можно сказать, сегодня не мой день. Хотя, если честно, не так уж и много я пробежал аномалий, чтобы что-то жаловаться на то, что нет артефактов. Вот, пожалуйста, подушка. А вы говорите, нет артефактов. Просто нужно уметь искать. Конечно, это не такой уж крутой артефакт. Но, по крайней мере, сам процесс удовольствия меня до сих пор доставляет. Мне этого хватит. Так, ну что, что тут у меня? Прямая дорога до Литовского. Я думаю, тут больше, наверное, не будет аномалий. По крайней мере, по карте у меня не отмечено. Но аномалий, как вы видите, есть. Ой-ой-ой, я прям по ней пробежался. Да, почему у меня не отмечено, не знаю. Ну, тут их видно очень хорошо. В принципе, можно не отмечать. Что, всего две только? Ладно, бегу дальше. О, пижма. Подберем. Так, экипируем. Опять дробовик. Так, поставим антирацию, слой быстрого доступа. Ой-ой-ой. Тут нужно было полет-пулемет ставить. Да-да-да-да, потому что здесь пауки. О, это очень хорошо. Мы сейчас их разделаем, этих паучков. Ой, сколько вас тут. Просто красота. Все, что ли, кончились? Ну, давайте быстро разделаем. Лапы для гурмана очень даже не помешают. Тем более, сколько тут их. О, нормально. Сейчас быстренько разделаем. У меня на складе, конечно, лежат лапы, но про запасы они тоже никогда не помешают. Поэтому разделываем по-быстрому, пока не пропали трупы. Так, у меня еще 3 минуты действует психомоторный стимулятор. Теперь буду его постоянно использовать, постоянно крафтить для себя. Можно даже на продажу, если будет излишек. Хотя навряд ли. Ну, и последний паучок. Не успел он исчезнуть. Разделываем его. А, тут железа была в конец. Ну что, где-то здесь у нас сидит литовский, да? Если мне не изменяет память. Я собрал для него отчеты вон он, вдалеке. В том доме, где идет дым. Опа, не туда зашел немножко. Может быть мне литовский поможет? Я вот даже не знаю. Посмотрим. Итак, вот литовский. День добрый. Насчет твоего задания. Я принес сводки. Закончить диалог. Ну что, посмотрим, сколько я получил. 35 тысяч. Нормально. 6,600 опыта выживания. И 9,19,800 опыта поддержки. Добавим предмет. Большой сухой паек. Так, репутацию фракции наемники увеличилась на 300. И равна 10 тысяч. Ученые, наверное, на 10. Так, у сталкеров на 100 уменьшено. В общем, так по чуть-чуть. Нормально. Давайте посмотрим, может быть он какие задания дает. Есть работа. Так, давай подумаем. Может есть задания посерьезнее? Да, пожалуй, есть. Я слушаю. Мне нужен человек, который заберет кое-что моего связного на Тунгусске. Я могу прогуляться до Тунгусске, не вопрос. Моего связного зовут Вульф. У него передвижной штаб в охотничьем поселке Радиус. Ага. Встречался с ним? У меня с ним проблемы. Очень плохо. Реши проблемы, потом приходи. Вот это он, зараза. Я-то думал, он мне поможет. Значит, не хочешь мне помочь. Как нехорошо. Да, все-таки он связан с литовским Вульф. Но литовский не решает проблему с Вульфом. Я вот думал, надеялся до последнего, что мне литовский поможет. Но, как видите, та еще скотина. Ладно. Рано или поздно я найду сталкера, который мне поможет. Так, а что тут у нас андер? Ничего. Итак, мне нужно развести костер, приготовить себе поесть. Вот, кстати, корень одуванчика. Очень нужная вещь. Да, давайте-ка... Разделим мясо. И приготовим себе. У меня, конечно, есть сало еще, но... Мясо жареное тоже не помешает. Как раз тут у меня сталкер что-то спрашивает. Я со сталкером пообщаюсь. Посижу около костра, отдохну. И пойду обратно, наверное. Хотя нет, я обратно не пойду. Я пойду в пещеру бандитам. Точно. Ну что, сидим, отдыхаем и ждем, когда пожарится мясо. Итак, мясо заканчивает жариться. Я сейчас его соберу. И отправлюсь дальше в ходку. Тушим костер. И покидаем это место. Сверимся с картой. У меня по дороге вот тут отмечены, что есть аномалии. Я хочу по краешку пробежаться до пещеры бандитов. А уже оттуда рвануть в сторону локации аэропорт. У меня проводник бандосский водит. Это очень хорошо. И там уже буду проходить остальные квесты. Заданий там у меня очень много. Буду искать белуху дальше. Ну и попробую пофармить там артефакты. Потому что, как вы знаете, в аэропорту очень нехило. Можно набрать арта, если, конечно, тебе повезет. Так, опа, опа. Тут впереди я вижу аномалия. Где тут не больно бьет? Как говорил Лано. Все-таки одна подушка как-то это маловато. Нужно еще что-нибудь найти. Хотя бы две подушки. Так, ну вот здесь у меня отмечено, что здесь есть аномалии. Ну да, вот какие-то я из них вижу. Какие-то нет, конечно. Покидаем камушек. О, химическая аномалия. А я только хотел туда зайти. Ну, пижму забрать. Так, я попал в воронку, но я оттуда успешно вылез. Вперед и влево жму всегда и вылазю свободно. Ой-ой-ой. А тут и химические аномалии есть. Да, все-таки неплохой костюм. Полный фулл сет бандоса, но аномалию он, конечно, прям нехило. Набирает. В общем, защиты от аномалии почти нету. О, вернее, от радиации. Ошибся. Защиты от радиации почти нету, поэтому нужно за этим смотреть. Или я просто разучился ходить по аномалиям. Забыл, что они нехило бьют радиации. Все возможно, все возможно. Ладно, бегаем, смотрим. Впереди жарко у нас. Пижма подберем. Пижма пригодится. Так, давайте сверимся с картой. Ну да, у меня отмечено, что здесь есть аномалии. Так, ну здесь я был уже, да? Ну да. Ой-ой-ой. Паучок. Немножко стормозил, когда переключал детектор на пистолет-пулемет. Все-таки непривычно, еще не привык, не привык. Можно нажимать на ту же кнопку, на которую ты нажимаешь, когда включаешь детектор. А можно на правую кнопку мыши. Так, ну что, идем дальше. Впереди кабаны, впереди деревья, впереди там где-то у меня должны быть аномалии. Вот они, начинаются. Аномалии-то вот есть, а вот что-то артефактов я не вижу. А нет, вижу. О, подушка бета. Давайте переключим на пистолет-пулемет. Подушка бета, это уже что-то. Подойдем поближе. И заберем этот артефакт. И в контейнер. Ну вот. Бета уже хорошо. Так, впереди у нас кабан, его надо нейтрализовать. А попросту заколбасить. Блин. Все, убил я его. Так, нужно поставить аптечки в слот быстрого доступа. И пойдем дальше. Может быть где-нибудь рядом есть еще одна подушка? Так, вот я вижу впереди аномалии. Давайте докинем туда камень, посмотрим. В траве так плохо видны артефакты. Но у меня для этих целей, конечно, включен еще детектор. Если что не увижу глазами, детектор определит. Ой-ой-ой, куда я попал? А, в чесотку. Так, ну что? Ну вроде ничего нету тут. Может быть я и пропустил, а может быть и не было второго артефакта. Ну ладно, ходка продолжается. Два артефакта у меня уже есть. Альфа и бета подушки. Нормально. Для начала пойдет. Ну что там, в кабанчике будем, давайте разделаем. О, сало. Сало это очень даже неплохо. Так, а вот впереди еще аномалия. А вот тут я кажется не был, да? Кинем камушек. Что там у нас? Жарко. Жарко пустая. Идем дальше. Так, молотилка, молотилка тоже пустая. Вон впереди еще аномалия. Ну что? Где-то тут еще химическая была, я прям по ней пробежался. Найти бы еще один артефакт, какую-нибудь подушку бы. К примеру, гамма, почему бы и нет. И я буду уже доволен. Так, ну что тут у нас? Пусто, пусто. Да здесь, наверное, уже нет аномалии. Да, ну бежим дальше. Зато здесь есть кабаны. А кабаны это не только ценный мех, но еще и 2,3 килограмма диетического мяса. Так, ну что, я разделаю кабана, сейчас посмотрю. Ни одной пока шкуры не выпало. У меня особенно и прокачка, конечно, не прокачана. Зато сало. Как вы видите, сало опять выпало. Сало выпадает очень даже неплохо. Сало я люблю. Особенно здесь, в зоне. Она очень хорошо утоляет голод. Да. Пусто. Ну что, я впереди вижу... Небольшие домики. Костер. А, вот у меня тут помечено, что костер. Что, я до туда дойду, наверное, там сохранюсь. И буду отдыхать. Поставлю пистолет-пулемет сразу, на всякий случай, потому что... Вдруг тут тоже есть паучки около домика. Давайте посмотрим, есть ли тут какой-либо хлам. Я, если честно, не знаю. Но посмотреть не мешает. В таких разрушенных домах обычно он бывает. Но здесь, как видите, пусто. Ну что, на этом, сталкеры, я с вами хочу попрощаться. Я здесь буду пережидать какое-то время. Отдохну, пожарю мясо. И потом уже отправлюсь дальше в ходку. Ну, а всем вам я пожелаю побольше артефактов, поменьше ПК-шников. И, конечно, удачи в нашем нелегком сталкерском деле. Ну что, всем пока.